здравствуйте друзья такой непростой вопрос у меня сегодня на вечер значит александр из минска хотел бы вас попросить чтобы вы смотрели вопрос сильно меня волнующий почему многих людей из постсоветского пространства почти всегда сопровождает злость зависть алчность гнев грубость а и досад до советского тоже не только пост так если уж так мы я не знаю может быть изменилось что-то конечно а у людей выросших допустим в америке наоборот улыбчивость доброта законопослушность желание помочь я не думаю что основную роль здесь играет материальное благополучие вот я был на кубе и там люди живут очень бедно у многих даже нет сотовых телефонов а вместо машины мотоциклов лошади но не везде конечно но все же так вот у кубинцев тоже нет грубой агрессии добрые они даже когда меня обманул кубинец все равно это не похоже на развод по-русски тема русской душе и ее особенностях конечно очень глубоко трудно не согласиться много было событий оставивших свой отпечаток на ней но в общих чертах можно провести параллели да ну так ну давайте поговорим на эту тему тоже ладно почему не поговорить тема которая затронута вопросе я думаю что каждого из нас так или иначе затрагивает интересует для кого-то она болезненная для кого-то так обычная кто-то вам скажет да чего вы там вот накинулись там в других местах разве лучше или скажет да нормально у нас все ну где вы там видели вот это все значит и так далее тут конечно индивидуальный опыт очень важную роль играет потому что вы сравниваете с тем что в вашей жизни было вот допустим человек поехал на клубу и там вот с ним произошли какие-то неприятности и вот он сравнивает неприятность тут с неприятностью там что это не зависит от богатства я хочу сказать что уж такие нищие люди как например в мексике живут и я могу сказать что мексиканцы очень дружелюбные ну как бы симпатичные такие радушные совершенно нормальные люди я бы не сказал что они какие-то злые вот другое дело что мы не обязательно видим их со стороны в таких проявлениях как мы видим людей близких то людей которые с нами живут как бы в одной стране в одном городе в одном там месте и мы видим их в самых разных проявлениях пойти то что видит турист это не то же самое что видит человек который там живет но обнаженность нерва понимаете действительно в разных местах она разная люди ожесточаются и и почему это происходит но например вот война ожесточает людей мы знаем сдвигаются сдвигаются рамки дозволенного не дозволенного значит война очень сильно влияет наверное в какой-то степени конечно влияет и допустим обнищание да то есть когда ты вынужден бороться за существование когда ты просто живешь это одно когда ты существуешь это другое это борешься за это существование и должен глотку кому-то перегрызть отпихнуть я вспоминаю дай бог если вы этого не видели никогда я вспоминаю очереди в советском союзе поэтому я говорю вы говорите вот там в постсоветском пространстве а вы в советском пространстве посмотрели вот теперь очередь за чем-нибудь я уж не говорю там за водкой там просто подраться там не вопрос но просто зачем-нибудь очередь там начиная от безобидного вас тут не стояла но это с криком и с истериками и кончая тем что просто начинают пихаться толкаться там и так далее и люди звереют понимаете вот ты стоишь в очереди там два часа и перед тобой кончилось ну и это смотря что ты хотел купить но если ты если ты хотел купить что-то но абсолютно необходимое пойти для семьи для ребенка особенно там для больного человека ожесточаются люди это это правда то есть есть как бы общий уровень ну нетерпимости общий уровень как бы сказать доброжелательности или там недоброжелательности а есть еще вот какие-то колебания которые на это накладываются сиюминутными обстоятельствами поэтому я бы я бы различал вот как бы то что сиюминутно и то что глубинно заложено вот так что что-то еще можно сказать общество западное например она далеко не всегда было таким вот добрым симпатичным румяном румяно щеким как сейчас я рассказывал как-то и я еще раз расскажу значит году 68 мне там было лет 12 я любил слушать там какие-то иностранные радиостанции тем более глушили это все было так непросто вот у нас был дома хороший приемник мощный папа купил значит и вот я там слушал голос америки немецкую волну радио свобода так ну и и вот разговаривали с кардиналом из ватикана и ему говорит этот человек что вот во время войны великой отечественной второй мировой абсолютно все христианские конфессии прятали евреев от немцев прятали от уничтожения и только католики этого не делали этот кардинал ему говорит вы знаете говорит он в то время концепция была такая что евреи виновны в смерти христа и вот поэтому мы никак не участвовали а вот шестьдесят шестом году совсем недавно значит изменилась значит ситуация мы признали что евреи не причастны к смерти христа они никакого отношения не имеют и вот если бы сейчас случился холокон значит мы бы тоже помогали вместе со всеми я к чему говорю это ведь не было совсем давно знаете это было вот ну сколько там лет прошло да это в тот момент когда это разговор был это было 20 лет после войны двадцать там три года ну то есть вот все еще живы понимаете кто там тогда не погиб все все живы и у меня этот пример ассоциируется с недавним событием я получил вчера email от сына моего первого начальника в этой жизни даниил муисеевича драбкина который был главным конструктором проектов цкб министерства связи я вот у него работал молодым специалистом был невероятный совершенно человек он его тогда было лет 47 он был абсолютно седой 47 48 и я узнал что он он 30 года рождения и когда ему было 12 лет он жил в небольшом местечке в белоруссии нынешней и значит пришли фашисты и вот это местечко все расстреляли ну его тоже и соседи белорусы значит когда немцы ушли они пришли откопали кого смогли он был ранен его выходили он до последних дней своих он как маму как родители чтил вот эту семью этих людей которые его спасли и вырастили и он он в партизанах был сразу после этого когда немножко окреп и там связным был очень очень интересный чек я к чему говорю вот данил муисеевич с их точки зрения и вот все это все это местечко заслуживали смерти потому что значит евреи виновны смесь смерти христа мы говорим о европейцах мы говорим о рафинированных людях мы говорим о людях образованнейших которые утверждают что имеют отношение к христианству они искренне думают что они имеют отношение к христианству и они всем говорят что иисус учил любить ближнего там еще чего-то понимаете и это было совсем ну совсем же ничего вот у нас на глазах реально но вы помоложе а у нас на глазах это все было поэтому что ж тут скажешь то но такая такая история значит да все таки общество двигалось от злобного вот скажем те же католики они всю европу кострами запалили там видимо сам людей сжигали за инакомыслия индульгенции продавали понимаете поэтому вроде как иисус их этому научил даже я не знаю странно так получается но вот вот эти самые люди они эволюировали и вот эволюционировать и и превратились во что-то довольно добродушно вот сегодня они очень милые они добродушные они они за мир они за терпимость за все дела а значит вот а совсем недавно были злобные а еще перед этим просто убивали всех вокруг поэтому а уж я уж про крестовые походы вообще не говорю но это уже прошло много лет за что они творили они 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 выжигали просто там пол европы во спасение гроба господня из рук значит там неверно понимаете что творили эти люди и мирные такие мирные такие добрые такие симпатичные я с филиппинцем как-то с филиппинцем одним разговаривал да значит а филиппины долго были испанской колонией соответственно католическая страна и он значит а так они тоже мирные такие ласковые филиппинцы вы бы видели и он значит а мы только приехали тогда много лет назад и он мне начинает объяснять что все войны все проблемы в мире это все от евреев я могу ты в жизни евреи ты видел когда-нибудь филиппинец ё-моё и он нет он ведь не видел ой господи боже мой значит чё я хочу сказать я я просто проблему отношения к евреям я как частный случай я они к своим не лучше относится ну то есть вот чек который год на там евреев поубивать этот этот человек он и русских поубивать не против он назовет евреем того русского который ему не симпатично даниил моисеевича в 12 лет расстреляли немцы а когда мне было двенадцать лет я был в пионерском лагере в алуште и там был мальчик из симферополя но он он как бы не он не понимал что я еврею но и он говорит что вот плохой конечно был человек гитлер сволочь был гитлер но что он правильно делал это то что он евреев убивал вот это наш советский пионер вот он значит совершенно не после не пост советский а до до советский там при советский как хотите поэтому да действительно и место такое и время такое как тот совпало что ли я даже не знаю место совпало со временем я не такой знаток знаете тонкий истории отечества но вот то что я знаю может быть нас учили так по злобному большевики не могу сказать но вроде как и не было никогда такого времени когда вот как-то воспарила что-то такое как дух свободы или за просвещение искусство наука вот что-то такое воспарила понимаете и как-то вот так и всем было хорошо и достоинство человека высоко ценилось понимаете и что-то не припомню и не то что это специфика конкретно нашего отечества и и другие тоже как бы отличались по этой части но они как-то прошли какую-то эволюцию и вот в этой эволюции значит у них вот на гораздо более высоком месте оказались вот и человека его жизни достоинства и права там и так далее так может быть просто исторический путь как бы у всех разные по по скорости прохождение ну наверно так и понятно что это неравномерно вот есть в австралии в африке есть племена которые просто живут в каменном веке то есть не все не все группы людей понимаете они двигались одновременно вот мы допустим смотрим на европу она в таком шибко развитом капитализме который переходит в такой социализм как бы да допустим вот в иране или где-нибудь там я не знаю в афганистане они феодальном обществе живут может быть они я не знаю наверное сейчас селфоны появились там еще что-то но вот в остальном они может быть также живут как жили там в 15 веке или в 12 не знаю деталей но вот допустим хотя понятно что когда-то наступит такой момент когда они тоже окажутся в двадцатом но мы не знаем когда это произойдет поэтому так вот у меня нет ответа на вопрос я могу констатировать что вот мои наблюдения мои наблюдения и сравнение того что я видел там и того что я видел во многих других странах я согласен с тем что вот человек говорит что есть разница там в степени вот в обнаженности нерва понимаете в реакции в агрессивности там и так далее это правда есть но я никогда не был вот скажем в афганистане может быть если сейчас поехать в афганистан может быть там еще больше обнажено этом сирии или в ливии или в ираке я не знаю вот там где вот вот так так все может быть там еще хуже я я же не знаю но но наверно наверно поэтому кроме того я думаю что любых людей можно довести любую группу самых терпимых и самых симпатичных и самых каких угодно людей можно довести до любого состояния падения если целенаправленно это делать достаточно продолжительный период времени вы посмотрите кто оказался на пути фашизма немцы мать честная немцы просвещенный народ они так много дали культуре всего человечества поверить что это может случиться с немцами это же немыслимо это абсолютно немыслимо что именно немцы и вот на тебе а никто поверить не мог понимаете они дали миру столько гуманизма наука литература культура я и и вот на тебе и вот немцы до звериного скотского состояния народ скатился не в один день нет но сначала было вот обострение экономических каких-то условий прожива жизни людей до после поражения в первой мировой войне и потом пошло-поехало так что чего чего уж там говорить понимаете чего мы будем говорить еще о ком-то если цивилизованнейший из народов не не был уж так прямо устойчив вот к этому ко всему и пошел и поехал поэтому я бы не драматизировал излишне это все и я бы сказал что все таки человек обладает волей и способностью к действию способностью к какому-то какому-то изменению среды в которой он сам живет но не глобальному конечно один человек не может изменить страну в которой он живет и даже десять процентов людей единомышленников не могут изменить страну в которой они живут если они противостоят другим 90 процентов но но в конце концов начал может куда-то уехать если 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 для него это принципиально есть люди которые абсолютно не чувствительны вот к этому в эти человек это говорит он чувствителен я в принципе тоже чувствителен поэтому я его понимаю как бы я не не то что но если которые не чувствительны а есть люди которые чувствительны они должны подумать что они могут сделать что они хотят сделать и что их собственно но на что они готовы на что они не готовы и так далее вообще вопрос на решается нет не то чтобы там это вопрос нерешаемый ну ну так у есть куда-то в конце концов мы я не могу сказать что мы со светланой именно по этой причине вот так как это грубость там или что-то такое вот мы из-за этого уехали из той страны где мы жили нет мы мы жили в вполне интеллигентной обстановке я не могу сказать что нас как-то очень сильно донимала вот эта часть это неправда но конечно мы с удовольствием живем в обстановке такой более миролюбивый толерантный такой даже симпатичный где люди улыбаются и так далее конечно приятно что там вот ну наверное я думаю завершает разговор я думаю что есть люди которые глубоко в этой проблеме и они может быть очень чего-нибудь интересное скажут я бы сам даже послушал может быть даже так несколько мнений противоречивых там было бы очень интересно послушать но вот поскольку вопрос мне адресован то такой у меня рассказ счастливо